Марина Комарова Рипло спросил он, опаляя кожу дыханием. Так близко, так самоуверенно. Чуть потянись, и можно коснуться губы. Я с удовольствием залепила ему пощечину. Получилось так звонко и смачно, что аж сама порадовалась. Он отпрянул, в глазах сверкнули лиловые молнии, а глаза-то ничего. Светло-серый, будто небо осенью, но не грозовое, а просто затянутое тучами, за которыми прячется солнце. Да и сам весь хорош, будто с картинки сошел. Статный, плечистый, ладный. И не важно, что одет в простые штаны и льняную рубаху, расшитую черными узорами. Кстати, странно, кто вышивал-то? Одним черным цветом, нехорошо ведь, но красиво смотрится. В тон его волосам, как вороново крыло, что спускаются за спину. Черты лица у него красивые, резкие, прям хищный зверь, а не человек. На такого бы смотреть и смотреть, только пахнет от него полынью и морозом ранней зимы, да и повадки далеки от прекрасных. И поцелую, хмыкнула я, слушаясь в плеск волн реки. Так-так, водяные вовсю подслушивают, потом сплетен не оберешься. Только не тебя. Эх, хорошо же денек начинался. Солнышко светило, птички пели, на улице тепло. Я подхватила корзинку с бельем и на речку. Нечего накапливать, постирать да вывесить надо, чтобы потом дальше спокойно заниматься своими травами. Но нет, все не так. Свалился тут на голову. Сначала держался на почтительном расстоянии, а потом подошел, разговор завел, Девисловым представился, сыном кузнеца. Говорил толково, складно, я и заслушалась. Прям аж удивление взяло. Откуда бы сыну кузнеца так уметь? Тут иной сказитель, так речи не сложит, а этот прям заслушаешься. Вот и сказала, слова у тебя, мед сладкий, таким торговать можно, очередь соберется знатная, а этот подлец возьми и целоваться полесь. Я настолько оторопела, что даже чудесницкую силу не вложила в ладонь, так от души и вмазала, просто, без эффекта. Впрочем, Девислов не особо смутился, удар ему вреда не причинил, и только на красиво очерченных губах появилась тень улыбки. — Резвая! — только и сказал он, и продолжил смотреть так, словно уже решил съесть с потрохами. — Шустрый! — не смутилась я, складывая руки на груди. — Али, раз умеешь сладко рассказывать, так и девицы все должны у ног лежать. — Хотелось бы! — неожиданно весело сказал он, и вроде даже потянулся ко мне, чтобы сгрести в охапку, но резко остановился, прислушался. Яна сторожилась и впрямь за спиной что-то треснуло. — Калина! Калина! — раздался звонкий крик забавы. Девислов чуть нахмурился. — Вечно так с этими молодцами. Как один на один, так герои, а как кто еще появится, так сразу в кусты. — Калина! Я выжидающе смотрела на него. — Ну, соколы ясны, что будешь делать? Неожиданно солнце померкло, а где-то вдалеке загрохотал гром. Серые глаза Девислова подернулись дымкой. Зрачок на мгновение исчез, уступив светло-серой радужке. Я вздрогнула. Вмиг дышать стало тяжело, а голова пошла кругом. Он оказался совсем близко. Стиснул в объятиях, не давая вырваться. Сердце замерло, словно и не знало, как биться. — Я еще вернусь, калинка-малинка. Обжег он полынным дыханием. — Никуда от меня не денешься. И, обернувшись черным вороном, взмыл в небеса. Я аж шарахнулась назад, но потом только покачала головой. Чего только не бывает. Появится, понимаешь, голову вскружит, а потом раз и улетел. И так скажу я вам, не только с нелюдями лесными, да наивными девицами-красавицами. Обычные мужчины тоже, те еще, летуны. — Калинка, ты меня вообще не слышишь, что ли? — возмущенно спросила Забава, которой я так и не соизволила обернуться. Вздохнув, я все же повернулась к подруге. Да уж, Забава дочь остромысла. Страшная женщина, не внешне, но внутренне. Еще ни один молодец не сумел унести ноги от ее пылкого взгляда. А что? Душа девица всея полозовичей. Краса, надежда и прочее-прочее, если только у нее хорошее настроение. Пышные косы, пышные формы, пышное самомнение. При всем этом за близких готова ринуться в бой, дать больно, а потом невинно захлопать ресницами. А еще любит котиков. Куда без обормотов пушистых. В общем, мед, а не девица. Главное, потреблять без перебора. Забава покрутила кончик белокурой косы, а потом резко закинула ее за спину. Глянула на меня озорными голубыми глазами. С кем ты тут разговаривала? Мужчина был, своими ушами слышала. Где взяла? Сам пристал. Сказала я чистую правду, наклоняясь и беря корзину с бельем. И умчался так быстро, что я и слова не успела сказать, а хотела с тобой познакомить. Забава тут же насупилась. Ей, вечно жаждущей отыскать единственного и неповторимого, катастрофически не везло в любовных делах. Издеваешься, припечатала она. Все я поняла. Никто меня не любит, никто не приголубит. Пойду-ка я. Эй, нет, родная, бери свою корзинку и пошли домой, а то у меня и так ничего не осталось от пирожков с малиной. Забава не оценила моей искренней заботы о ее фигуре, презрительно фыркнула, легко взяла одной рукой корзинку и зашагала передо мной. Я только хмыкнула и последовала за ней. Ну, а что? Покушать, знаете ли, это прекрасно. Сама, не без греха, но надо и про меру не забывать. Забаву, кстати, мои нравоучения страшно злят. Подруга не забывает напоминать, что девушки, которые жиро... едят и не толстеют, ведьмы. Ну, что ж, в этом есть зерно истины, особенно учитывая, что моя мать чудесница. А чудесница от ведьмы недалеко стоит, по сути, одно и есть. Только у нас в Полозовичах называется чуть иначе. Вот так и живем. Красивый хоть был, спросила она, не оборачиваясь. Я не сразу поняла, о чем речь, но потом дошло. Красивый, да. В Полозовичах у нас все больше светловолосые и светлоглазые, ну, еще есть горцы заезжие с ночных гор. Те юркие и смуглые вечно сверкают глазищами темными и бездонными. Красивый, подтвердила я, и явно не здешний, только нахальный больно. Забава все же обернулась. В ярко-голубых глазах мелькнул интерес. Ну-ка, рассказывай подробнее. Я задумчиво смотрела под ноги. Дорога до речки от моего дома вся в ямах до ухабах. Того и гляди, споткнешься и упадешь в ворох листьев и хвойных иголок. Лес возле ночных гор всем на зависть лес, нигде такого больше не сыщешь. Даже из самого стольного града Кьева все едут к нам. За древесиной, за ягодами, за советами лесных жителей, но об этом позже. Статный и черноволосый, одет вроде просто, сыном кузнеца представился, только не превращаются сыновья кузнецов в воронов. Забава протянула руку и сорвала с куста сочные ягоды, темно-красные такие, с кислинкой. Шеленика зовутся, местная, так сказать, достопримечательность. Варенье получается, пальчики оближешь, чем, по сути, и будет заниматься забава, когда выможется в тягучем янтарно-красном ягодном соке. Смелая ты, калинка, неожиданно вздохнула она, я бы испугалась. И так мечтательно посмотрела на небо, что мне во всей красе представился этот испуг, да такой, что добрый молодец, со скоростью белки забирается на дерево и прячется в раскидистой кроне. Вот в следующий раз я буду его за руку держать, предложила я, а ты подойдешь и это, испугаешься, подруга хихикнула, но тут же посерьезнела и даже чуть нахмурилась. А что, думаешь, вернется? Я пожала плечами, хотя последние слова Девислова помнила очень хорошо, да и стальную решимость в светло-серых глазах, этот вернется, точно вернется. Такие от своего слова не отступаются. А касаемо страха, часто в лесу встречаем то горцев, то дровосеков из соседних деревень, то купцов. Ну и нелюди ходят, это известное дело, поэтому я ни капли и не удивилась, когда Девислав обернулся вороном и не особо испугалась. С моей-то силой не каждый осмелится сделать плохое, с виду хоть и не богатырка, да только не внешность главная. Вернется, вслух сказала я, осознав, что Забава подозрительно щурится. Ай, Калинка, протянула она, вижу, пришелся тебе по душе. Я сделала вид, что не понимаю, о чем она. Впрочем, Забава считала, что по душе мне каждый второй молодец, поэтому удивляться точно не пристало. Прибавь шагу, болтушка, хмыкнула я. Забава только фыркнула и прикрыла рот ладошкой, чтобы не расхохотаться в голос. Однако, заметив мой взгляд, спешно зашагала вперед. Правда, я сомневалась, что подруга искренне раскаялась в своем поведении. К Полозовичам мы вышли где-то через полчаса. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что передохнуть после стирки, юркнув к себе не получится. Возле дома собралась толпа. Все шумели, жестикулировали и явно не собирались расходиться. «Так», протянула забава, останавливаясь возле дуба, растущего неподалеку от моего забора. «А тут у нас весело. Вроде ж уходили, спокойно было. Или ты знаешь что-то, чего не знаю я, подруга?» «Ничего», честно ответила я, считая собравшихся. «Человек под пятнадцать наберется, не меньше». Вот и сходила, постирала. И явились к чудеснице. Опять какая неприятность приключилась. Вздохнув, я направилась к дому, кивком дав забаве знак идти за мной. Разберемся? Не в первый раз. Правда, жалко, что спокойно не пообедать, ведь шум же подняли. Матушка дорогая. И вон топчется полозовчинский староста Микула Родининович. «Значит, и впрямь нечто важное. А еще, по-моему, кто-то плачет. Страшно, навзрыд так. Вот это уже совсем нехорошо». «Да я и говорю, унес окаянный!» Донесся мужской бас. «Сам видел». «Да, было, было!» Пискляво добавил старческий голос, принадлежавший дальней родственнице старосты. «И...» «А-а-а!» «Мой бедный, несчастный!» «Как быть?» Снова донесся плач. «Ну-ка, тихо!» рявкнула я, и собравшийся люд вмиг притих. Кажется, даже никто не заметил, как мы с забавой приблизились, потому что смотрели так, словно увидели восставших с погоста нежеланных родственников. Я оценила ситуацию. «Так, положение такое. В центре стоит рыдающая елька с растрепанной косой, а ее, по возможности, пытаются утешить все сразу, но ни у кого толком не выходит. «Ой, Калинушка, горе-то какое!» запричитала все та же родственница старосты. «Страшное приключилось! Такое вышло! Такое вышло!» «Не тараторь!» хмуро прервал ее Микула Родининович. Родственница, кстати, как ее зовут, мигом захлопнула рот и кинулась к ельке. Та старательно утирала слезы и тяжко вздыхала. Так, судя по ней, не так все и плохо. Следовательно, вызывать дружину из Кьева Града не будем. Уже легче. Я протолкалась сквозь людей, используя корзину океорудия расчищения пути, что, кстати, очень помогло и остановилась возле ельки. «Так, слезы отставить! Быстро рассказывай, что произошло!» За спиной послышалось ворчание. «От же выражается! А еще девица! Так дочь же богатыря!» возразили тут же. «И его самого, дочь Родомира Славного, одного из ближайших соратников князя Кьевского. Поэтому и наследственность так сказать обязывает. И вообще! Свидетели произошедшего были?» громко спросила я, а потом прищурилась и внимательно поглядела на старосту. Тот покачал головой. «Да какие свидетели!» возмутилась родственница. Елька рыдает, чудесница где-то бродит, беда идет! «А ну-ка тихо!» подала голос забава и худосочная востроносая родственница старосты тут же умолкла. Подруга подошла к ней и угрожающе нависла, как богатырь утес над рыбацким домиком у берегов туманной реки. «Неясно, что ли?» миролюбиво поинтересовалась забава, невинно взвешивая корзину с бельем в одной руке, словно примеривалась стукнуть с ней в меру болтливую тетку. «Чудесница только с Елиной поговорить хочет, остальным тут не место!» Я с трудом сдержала усмешку. У забавы тоже. Силушки не занимать, предки-то были выдающихся способностей. Староста только укоризненно посмотрел на меня. Я чуть пожала плечами, но отступаться не собиралась. Когда толпа стоит за спиной, то до истины не доберешься. Когда пойму, в чем дело, сама расскажу, а пока пусть лучше не мешают. «Оставим их», мрачно сказал Микула Родининович. Люди неохотно начали расходиться. Родственница и вовсе сверкнула темными глазищами, отчаянно расстроенная, что лишили возможности послушать, а потом растрепать сплетни по всем полозовичам. Но через достаточно быстрое время мое подворье опустело. Забава зорко смотрела вслед ушедшим, чтобы никому не пришло в голову задержаться вроде как случайно и чего подслушать. Все же, хоть я и живу здесь с рождения, о том, как чудеса творю, никто почти не знает. Жаждут узнать, но не могут. На то и сила чудесная, втайне должна быть от чужих глаз. На результат посмотреть это, пожалуйста, а вот на процесс запрещено. Я подхватила шмыгнувшую носом ельку под локоть и повела в дом. Дверь открылась сама, пропуская нас в прохладные сени. Тут же окутала запахом дерева, целебных трав и ягод, тихонько скрипнули половицы под ногами, приветствуя меня нечеловеческим голосом. Здравствуй, хозяюшка милая, с возвращением. Я прошла в горницу, поманила за собой ельку. Та уже почти успокоилась, правда, из светлых глаз так и не ушли страх и беспокойство. Садись за стол, велела я, и рассказывай. А сама достала бутыль с настоем на травах и налила в глиняную чашку. Все же елька девица впечатлительная, чего увидела и сразу в крик. Поэтому, дабы сама успокоилась и больше рыдать не вздумала, пусть вот травок попьет. Все одно польза для организма. Это я как лекарка говорю. Поставила перед елькой, которая явно немного рабела в чужом доме чашку. Пей. Она поколебалась минутку, но все же выпила отвар. Сделала глубокий вдох, а потом так тихо-тихо сказала. Леля, змей унес. Я приподняла бровь и села напротив. Даже отодвинула в сторону стоявший в центре стола горшок с медом, чтобы лучше видеть ее лицо. Мед тут не просто так стоит. Вечно домашние духи прикидываются миленькими да бестелесными, но при этом норовят подкрепиться чем-то материальным и желательно повкуснее. Один без ума от сладостей, другому вяленую рыбу подавай да пиво домашнее. А еще домовые называются, никаких денег на них не хватит. Кормить постоянное эту ораву. Какой змей? спросила я, пытаясь представить, как моего гибкого да ловкого леля мог унести змей. Воображение подсказывать отказалось. Все же лель у нас добрый молодец, мечом владеет хорошенько, да и завидный жених на все полозовичи. Девицы по нему так сохнут, долго глядят вслед и ночами вздыхают, а змеи, так это у нас не удивление. Само название деревни от полозов происходит. Жил тут давным-давно змеиный царь со своим змеиным народом. Как на земле, так и под землей владения его простирались аж до ночных гор и уходили в пещеры. Где уж там граница тех владений проходила, никто не знает, да и не узнает никогда. Одни лишь сказители ходят от деревни к деревне и рассказывают всякие холодящие кровь истории, что однажды царь вернется, потому что не простил он нашим богатырям многого, что именно, тоже неизвестно. То говорят, что виной всему красавица Золотава, дочь самого солнца, то силач, золотко брат ее, который изгнал в подземный мир змеиный народ, но при этом увел невесту у царя Полоза. Правда это или выдумка людская, кто ж разберет, да и не будет разбирать никто, ведь стоят себе преспокойно Полозовичи на окраине Кьевской Росси. У леса, да у ночных гор, народу здесь человек 300, все друг друга знают, если не лично, то наглядно точно, все сложно в общем, но Полозов в наших краях много, обычных, не волшебных, к людям они выходят, но вреда не делают, да и люди относятся с уважением, чешуйчатых не обижают, порой у нас говорят, змей унес, то бишь пошел далеко и надолго туда, куда можно было не ходить, обычно, конечно, речь шла про хмельные гуляния, однако Лель парень относительно серьезный, поэтому вряд ли среди бела дня он пошел бы с кем пить веселящие напитки и предаваться разным утехам. А теперь все сначала, Елька, а то я решу, что ты просто отнимаешь у меня время. Елька посмотрела на меня с видом оскорбленной невинности, кстати, а девица не так проста все же. И что только Лель нашел в ней? Бродила за ним молчаливо, так, что он бедняга через мой забор переползал, лишь бы только удрать от влюбленной девчонки. А вот в прошлом месяце объявили они всем полозовичем, что теперь стали женихом и невестой. Радость Ельки было не описать словами. Крепость пала. Правда, немного не та. Лель отказывался называть причину, а Елька висела на нем почти все время, не давая нормально пообщаться. Конечно, со мной ей не тягаться, опасалась, что уведут ненаглядного. Мы были на реке, тихо сказала Елька. Я шла с обедом, время уже подходило, из чащи раздавались удары топоров. Он с лесорубами пошел за древесиной, пояснила она, увидев мой удивленный взгляд. Лель гончар. Все чашки и горшки в моем доме его работа. А рубить деревья он хоть и может, только не любит это дело. Матушка Леля из лесных дев родом. Они очень трепетно ко всему живому относятся, поэтому, чтобы он взял топор да в лес. Однако Елька не обратила внимания на мое молчание. Подхожу я к поляне. Никого из мужиков нет, только Лель остался, продолжила она. Улыбнулся так ласково и нежно. Ее глаза тут же подернулись мечтательной дымкой. Но тут же девушка встрепенулась и пошел ко мне. Словечком не успели перемолвиться, как вдруг накрыла нас тень черная. Я подняла голову и потеряла голос от ужаса. Прям на меня падал трехглавый змей, да такой огромный, что закрывал всю поляну. Крылья шипастые, тело чешуйчатое, из пастей клыкастых пламя летело. Я позабыла от страха все, камнем будто стало, не шевельнуться, не выдохнуть. Вот как. Крылатый змей, да с тремя головами, ну-ну, любопытно. Судя по реакции, дева и впрямь испугалась, только совсем не так, как следовало. Я вот тоже кое-кого боюсь, но при этом, когда ты знаешь, какое оно чудище, страх совсем не тот. А Лель кинулся мне на защиту. Тем временем продолжала она. Только как от такого-то? А змеи схватил его когтями страшнючими и как взмоет вверх. Елька закрыла лицо руками и тихонечко заскулила. Страшно-то как? И что делать? Я постучала пальцами по столу. Звучит странно, только у нас всякое может быть. О нелюдях и явлениях странных у нас положено докладывать чудеснице в первую очередь. А она уже говорит со старостой. Только хватило ли Ельке ума не порыдать у кого на плече, пока до меня добралась? Заставив ее выпить без остатка успокаивающий напиток, я выпроводила девушку домой, при этом наложив на нее легкое заклятие, чтобы кошмары не виделись, да разговаривать о случившемся не хотелось, а то мало ли. Забава молча проводила ее взглядом, стараясь сдерживать истинные чувства. Какое-то время подруга тоже была влюблена в Леля, однако это скорее было все побежали и я побежала. Влюбленность и очарование сошли на нет, а вот дружеские отношения остались, только Ельку Забава не взлюбила сразу и скрывать это не особо старалась. Такой пигалиц и такой Лель, приворожила же, как пить дать, ну подумай, Калина, чего он так, бегал, бегал и тут согласился, может решил отдаться цепкие ручки самый настойчивый, хмыкнула тогда я, все же Лель еще тот прохвост, да девица охочь так, что словами не описать, правда расставаясь со своими любушками, поступал по чести, никого не обижал и готов было отвечать за свои поступки, стоило только Ельке скрыться, я поманила Забаву, пошли, Забава фыркнула и вошла, ну что стряслось, спросила тут же, едва оказавшись на пороге, я вкратце изложила историю Ельки, Забава только поморщилась и задумчиво заглянула в катку с квашеной капустой, словно сейчас это было важнее всего, рецептом поделишься, невозмутимо сказала она, а то со спасением мира поесть некогда, а у меня праздник на носу, гостям надо закусок предоставить, я сложила руки на груди, нет, Забаву не изменить, но в то же время у нее есть особенное чуйка на неприятности, следовательно, раз она не прониклась рассказом Ельки, следовательно, ничего страшного не случилось, «А капустка-то хороша», донесся сверху хриплый голос, «Чудо прям, я вчерась отведал, так прям, так хорошо стало, слов нет, хороша, да», пробасили ему в поддержку откуда-то справа, «Хотя неплохо бы ягод добавить, так кислее и вкус чувствуется лучше». Я закатила глаза, Забава постаралась сделать вид, что ничего не слышала, два прожорливых домовых, которые считают, что она человек свой, это наказание, «Совесть у вас есть?» ехидно осведомилась я, «Нет, хозяйка», хором ответили они, Забава похлопала меня по плечу, «Твои Тишка и Мишка это еще не беда, а вот мой Кузьма Мстиславович серьезно, старый, самоуверенный и всезнающий и все время учит». Хорошо, хоть они ей на глаза не показывались, все не гоже щеголять перед чудесницей или ворожкой, потому слава богам обходились только разговорами, домовые захихикали, неж ничего не оставалось, кроме как кивнуть, «Мои хоть молодые, достаточно гибкие в плане новшеств и меня не в состоянии переспорить, а вот дядя Кузя это серьезно». Ну и забава резко посерьезнела, что будешь делать с новостями? А вот это хороший вопрос, надо во всем разобраться и Леля в беде не оставлю, друг детства, непутевый братишка названный. Кстати, неожиданно подал голос Тишка, хозяйка, скажи на милость, чего это возле твоего дома, кругами всякие ходят. Выглядит как человек, а не человек, зверем диким смотрит, а не зверь, тьма впереди него дорожкой стелется, и слова нечеловеческие с губ слетают. Не знаешь, кто это, а? нечеловеческие 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 Продолжение следует...